Агни Салхата. Межрегиональная передвижная выставка, форум изобразительного и декоративно-прикладного искусства крымских художников начинает свое действие. И более подробно нам сейчас об этом расскажут наши гости. И этим утром нашу студию посетили Александр Черемисов, мастер по художественной керамике, председатель экспертной комиссии проекта Агни Салхата, а также Ирина Муковоз, художник, куратор отдела изобразительного искусства проекта Агни Салхата. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое. Нам очень приятно, что вы нашли время с утра пораньше посетить нашу студию. Ну и хотелось бы первый вопрос задать по поводу того, что это за выставка, что там будет представлено, откуда это все появилось, взялась идея. Кто расскажет? Ну, идея общения между регионами появилась у нас еще в прошлом году. Мы побывали в Архангельской области и Вологодской области. А в этом году нас пригласили в Татарстан. В этом году будет 100 лет Татарстан. И у нас пригласили с выставкой. У нас будет выставка обширная в Елабуге. И потом она перекочует в Казань. А так она будет путешествовать по всему Татарстану. Наши мастера и наши художники. Также наших художников, которых представляет Ирина, приглашают на пленэр, который будет проходить там, в Елабуге. И они будут, и студенты, и именитые художники будут рисовать картины, как раз посвященные столетию Татарстану. Итак, пока мы еще говорим о вводной информации, хотелось бы узнать, как много людей приобщены к этой необычной выставке. Ну, за художников я вам не могу сказать. Очень много художников будет привлечено, но около 90 человек всего будет привлечено. То есть все-таки масштабно. Масштабно. Это очень масштабная выставка, которая нам дает большой выставочный зал в Казани, где и будет представлен наш Крым как мастера, так и художники. А название? С чем название связано? Очень интересное. Огни Салхата. Салхат, что это такое? Салхат – это старое название Старого Крыма. Так как у нас есть гильдия художников и мастеров землекемерийской, которая основана в Старом Крыму, оттуда и начинает свой путь наша выставка. А предварительно наша выставка пройдет по Крыму. У нас будет несколько этапов, 7 этапов в Крыму. Эта выставка будет «Валяльщицу в Керчи». Сегодня у нас открытие общее начинается в Старом Крыму. Затем будет выставка в Советском районе. Будет выставка заключительная у нас в Симферополе. И по гончарству тоже будет один из семинаров проходить. Ирина Алексеевна, вот вы как художественный руководитель можете открыть тайну, как же подбирались люди, которые будут представлять свои работы? Как художественный руководитель, можно сказать, что только подбираются наши кадры. И 18-го числа, 18-го марта мы хотели пригласить на пленэр. Пленэр проходит в Старом Крыму, называется «Старый Крым. Перекресток времен. Города Крыма». Три победителя поедут в Елабугу, в Татарстан, где будут участвовать в 10-дневном пленэре в Татарстане. Надеемся, что будет больше человек. Выберем самых сильных, потому что Крым все-таки родина русского пленэра, и у нас много хороших художников. Надеемся выбрать. То есть можно приехать? Как это? Отправить заявку надо? Или просто уже непосредственно в этот день поучаствовать, привести свои работы? Конечно же, отправить заявку у нас критерий. Мы хотим дать шанс всем художникам, профессионалам и непрофессиональным художникам. Потому что много кто... Большой у нас выбор хороших художников. Главное, чтобы было 18 лет, отправляется заявка, и уже будет конкурс. Он будет проходить, как я уже сказала, в Старом Крыму, его окрестностях и выставках. То есть в заявку не надо прилагать, например, фотографии своих работ, просто отправить печатный текст, и там уже... И сфотографию надо, потому что художник должен быть пишущий, и художник должен быть... Как портфолио, да? Да, как портфолио. Но оценивать вы будете, насколько я понимаю, именно ту картину, которая будет написана во время пленэра. Да, конечно. Это отличная новость. Ещё, оказывается, можно успеть проявить себя, принять участие в таком необычайно интересном мероприятии. Поэтому, Оль, надо начинать рисовать, мучиться. А мне вот интересно, сколько времени даётся? Времени даётся 2 часа. 2 часа на картину? На этюд. На этюд. На этюд. Каждый выберет себе. И уже будут с натуры писать художники. Хорошо. На что судьи будут обращать главное внимание? По каким критериям будут определять победителей? Судьи будут... Ну, вы, да, скажем так? Нет, 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 нет. Только организаторы будут искусствоведы. Искусствоведы. Мы пригласили искусствоведов, приглашённых, компетентных судей. И поэтому... Крыма, да, учебные заведения. Мы мастера, кто мы такие, чтобы судить? Поэтому мы должны судить люди компетентные, которые в этом работают. Соберётся комиссия, которая будет оценивать и эти работы, и соберётся комиссия, которая отдельно будет оценивать работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Мне кажется, что самое главное в этом... Так что можете заняться ещё декоративно-прикладным искусством. Вы не опоздаете. У нас в конце, только в мае, будет проходить жюри, отбор работ, которые поедут туда. Александр Иванович, спасибо за приглашение. Я теперь точно об этом подумаю. Но мне кажется, что если критерии оценки не ясны, то есть искусствовед будет ориентироваться на свои ощущения, то человеку, который будет принимать участие в этом конкурсе, надо будет опираться на свои чувства и просто искренне это делать. Даже, может быть, проявить харизму и свой талант выплеснуть на холст. Это же на холсте будет? Ну, на холсте, я думаю, что, может быть, будет акварель у кого-то. Посмотрим. Мы ещё ждём гостей. Вот я же говорю, на 10 дней поедут победители в Елабугу, примут участие, конечно, в выставке, посвящённой столетию Республики Татарстан. Это будет большая выставка. Будет принимающая сторона оплачивает проживание и питание. А Министерство Республики Крым организовывает нам фуру большую, которой повезут работы, обратных можно забрать. И, кстати, это тоже очень важный момент. Картины, работы, они же должны перевозиться при особых условиях. Их надо как-то во что-то заворачивать, возможно. Или это не имеет никакого значения. Вы знаете, факт тот, что нам на выставку придётся везти, можете представить себе, больше тонны. О, больше тонны? Потому что это керамика, извините, она тяжёлая. Это большие деревянные картины. Это картины в рамах. Там где-то больше тонны получится. То есть действительно, когда Ирина говорила про фуру, она не шутила, да? Думаю, ну поедет какой-то автобусик из Крыма, да? Фура настоящая была. Нам предоставляет Министерство и грузовую машину, и автобус, чтобы перевезти мастеров и художников туда, в Елабугу, а потом в Казань. Что даёт участие крымскому художнику в этой выставке? Что дальше? Самое главное. Самое главное – себя показать. Потому что, скажем, путешествуя по России, а я много путешествовал по фестивалям, среди мастеров народного творчества, декоративно-прикладного искусства, очень мало знают наш регион. Это раз. Второе. Даже в таких традиционных центрах, как Архангельская область, у нас гораздо больше расширен ассортимент, скажем, направлений по декоративно-прикладному искусству, чем там. У них гораздо беднее это всё. А с чем это связано? Ну, потому что многонациональный Крым. У нас многонациональный Крым. Там уже сложилась определённая традиция, и поэтому там идут свои направления. Ну и самое главное, что у нас, у крымчан, у творческой половины Крыма есть возможность всё это продемонстрировать, показать, что умеют наши умельцы, наши художники. И не только. Вам хочу выразить огромную благодарность за то, что делаете наше утро, утро крымчан более творческим. И зрителям хочу напомнить, что сегодня это утро вместе с нами встречали Александр Черемисов, мастер по художественной керамике, председатель экспертной комиссии проекта «Огни Салхата». А также Ирина Муковоз, художник, куратор отдела изобразительного искусства проекта «Огни Салхата».